доброе утро друзья доброе утро мои хорошие ну что идем наводить красоту едем на маникюрчик уже так отрастала я уже отвыкла вообще от ногтей все это уже все раздражает но руки всегда должны быть в порядке как и голова так что погнали я правда не знаю я уже как всегда выхожу в свинячий голос я на машине а поставить там машину очень сложно так что сейчас может так получиться что я опоздаю пока я буду крутиться пока я буду крутиться и буду искать место чтоб поставить машину в общем я погнала а потом если что если у меня хватит времени мы поболтаем так все я припарковалась а припарковалась я друзья хрен знает где мне еще чесать столько и еду рада и всех как слон четыре с половиной километрах точнее 4800 от дома вот а за два припарковала машину ну негде поставить все не знаю как как они здесь живут без парковок это так неудобно просто капец какой-то я еще думала что возле нашего магазина обычно я почему не беру пораньше это скажите мне время потому что там часто есть место сегодня нету потому что я хотела еще зайти купить данилу гречку а теперь это а теперь придется ее тащить в руках а когда ты сам и ноги еле гребешь еще в банда же и с этой и с сумкой то тоже скажем не есть хорошо ну чуть поделаешь еще хочу мороженое так что еще куплю потому что в магазине здесь в такое испанское мне не нравится я хочу обычную березку так ладно друзья все я пошагала ну как раз тут хорошо мне будет сегодня прогулочкой можно будет вечером не идти потому что я сейчас вас протру я немножечко такая раздавленная разбитая потому что спала всего лишь два с половиной часа и все не могла уснуть нет сна не знаю первый день после иммунотерапии настолько сильно крутили ноги что не могла спать а эту ночь но вообще только выровняю уже пришла приходит время иммунки только начинаю выравнивается опять начинает этот бессонница так но ничего мы сильные мы справимся и мы победим все мои куколки я погнала так все друзья вот видите обрезала наконец-то аж рукам легче стало вообще не люблю длинные так вот раз и аккуратненько и все что у меня голос подсел пока шла и какой магазин так мои хорошие на что пусть какая я красная вот все таки вроде бы сидишь да и по голосу сразу слышите какой прошла немного да да девочки там посидела из так удобно на как плюс еще в корсет сдавливает ничего что делать красота требует жертв она вела марафет дело в том что не хочется ничего такого яркого хотя она мне говорит давай сделаем какие-то эти скажите блёсточки там или еще что-то не сделала просто чуть чуть больше розовенько все уже не могу на себя смотреть какая я сделалась красная я иду еще в наш магазин прикуплю данилу гречки сейчас еще буду потом обратную сторону пилить с сумкой ну что здесь нигде не припарковаться так что придется идти пешком вот из-за этого вот я просто не переваривают центр тоже такой блин бестолковый хотя вот так вот можно было бы выход можно было бы на 2 секунды выбежать так ладно друзья я захожу фух все друзья я уже пришла в машину сижу немножечко отдыхаю прихожу в себя все-таки да сложно на следующий день брать какие-то походы какие-то какую-то индустрию красоты когда ты еще совсем прибиты но зато недаром ходила я уже мороженка набрала тут побольше вот взяла селедочку взяла взяла сыну гречку 800 грамм 3,40 взяла 3 пачки ну и что я еще взяла себе друзья конечно охренели по ценам вообще бодрство мумио вот супер в шампунь добавляешь допустим на пол литра где-то нужно ну минимум пять лучше шесть таких вот таблеточек опускаешь в шампунь и моешь голову но я беру не для этого еще в тот период времени когда я работала вот такие вот таблеточки я добавляла их в крема после массажев и намазывала для того чтобы кожу подтягивала и более кожа эластичная она в общем классная штука но 5,90 это просто вообще этот препарат стоит 2 копейки ну что не было выбора так что вот купила вспомню былые времена напишите в комментариях пользуетесь вам нравится ли вам это может кто то тоже использует то делитесь тоже своими секретами но а если не пробовали то вот просто советую хочу попробовать добавить свою шампунь и немножечко подлечить свой волос все мои хорошие сейчас поеду домой купила селедки все эти могла пройти мимо хотя я вчера ну и вчера хотя за этот засолила это сальмон это что это наверное лосось да ну вот именно я захотела селедки и сальмон он такой жирноватый вот а это такое единственное что что мне мундирочки или картошку ну можно картошку если бы я съела картошечку там несколько кусочков но оно ж так оно ж так невкусно оно ж вкусно когда пяток да маслицем душистым полить да солечкой притусить да лучочка маринованного ням-ням-ням сейчас жабы хейтеры мои тоже будут говорить опять только про жрачку и говорит да да родные мои живу для того чтобы есть а не ем для того чтобы жить вот сегодня еще позволю даже себе мороженое съесть обязательно потому что горит все во рту язык весь потресканный и увы и ах в этот промежуток времени вот меня спасает действительно мороженое особенно когда вот так вот обволакиваешь язык холодным и работает вот так вот я никогда раньше не думала что действительно в какой-то из дней мороженое это будет мое лекарство и да мне кстати вот девочки моей зрительницы они мне и подсказали такой лайфхак и действительно это работает и я этим спасаюсь спасаюсь так что я накупила пусть будет но у меня мама правда еще оттяпает вот так друзья все красивая счастливая еду домой еще бы убрать вот этот недоделанный цвет волос и было бы вообще все замечательно правда отекшее но сегодня на весах плюс килограмм вот но я понимаю о том что это все вода я и по рукам чувствую ничего не поделаешь вот так единственное что знаете что я еще за что я переживаю за что я нервничаю у меня написано на машине что 67 процентов заряда ну это еще конечно дофигища но просто я не знаю как здесь работают эти зарядки ну то есть если я поеду на заправку там подключусь то это дураку понятно что там час выходил и все но не знаю интересно вот как работают у меня девочки мои меня очень много смотрят из испании девчонки напишите пожалуйста мне в комментариях если кто-то из вас в курсе вот эти вот паркинг места которые вот в меркадоне да вот есть там там есть зарядка если там встать и подключиться и пока здесь я допустим закупаюсь как потом производить оплату то есть это розетка она но я понимаю что за нее нужно где-то наверное платить потому что так бы никто и тогда вы просто заезжали бы в меркадону купить хлебушка да ну при этом подзарядить автомобиль может если кто-то в курсе то дайте знать это где-то нужно оговаривать или вообще как это и что это где-то работает потому что еще серость серость ну у меня никогда не было электроавтомобиля я еще с этим и не сталкивалась но надо учиться очень мне нравится мне конечно не нравится ее габариты что она такая вот маленькая ну как для семьи так для одного человека это хорошо сзади вообще неудобно но это хорошо что у нас еще нет таких длинноногих да сзади совсем маленькое место но зато нет проблем с парковками ничего потому что даже когда я на своей машине да если где-то выезжает машина ну и что выезжает машинка маленькая у меня машина такая корова и бывает такое что есть места а стать я не могу потому что машина туда не влазит а на этой фух-фух как на велосипеде красота так что помимо комфорта все-таки для Европы нужна практичность так что здесь нужен только маленький автомобиль вот ну все куколки мои поехала я домой голос сел вообще напрочь я очень очень сегодня быстро обесточилась все друзья погнала я ну все что динам я